В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 22 июня день памяти и скорби в Сарове почтили память павших во время Великой Отечественной войны. Время покаяния у православных верующих начался Петров пост. Урочище Нижегородской области. Проект объединения «Мир. Победитель конкурса. Президентские грантов». Далее расскажем обо всем подробно. 22 июня в Сарове прошла акция, посвященная Дню памяти и скорби. Представители молодежных объединений и активисты общественных организаций прошли маршем от городского музея, откуда уходили добровольцы на фронт, к стеле, посвященной 40-летию Победы, к танку-памятнику ИС-2, к памятной табличке на улице Сосина. Завершилась акция возложением цветов и зажжением памятных свечей у Вечного огня. В 4 часа утра представители молодежных объединений города собрались на площади у городского музея, откуда на фронт в 1941 году уходили добровольцы. Пеший марш прошел к стеле 40-летия Победы, оттуда к танку-памятнику у Дворца Пионеров и памятной табличке на улице Сосина. Завершилось шествие возложением цветов у Вечного огня. А чуть позже, в 10 часов, здесь же прошел митинг, посвященный 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Сегодня этот день мы называем Днем памяти и скорби. Но именно в этот день наша страна продемонстрировала всему миру свое мужество, свое самоотверженность и силу духа. Я, уважаемые ветераны, от всей души в этот день хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и мирного неба над головой. В митинге приняли участие представители администрации, юношеские военно-патриотические объединения, организации дополнительного образования, а также объединение «Дети войны», ветераны «Рфятсвнеев», Саровская городская организация ветеранов. Все, пришедшие в этот день к вечному огню, почтили память павших на полях войны, минутой молчания и возложением цветов. Также участники митинга поставили свечи в рамках акции «Свеча памяти». Каждый год это для нас святое, прийти в день, когда началась война. Мне было два года и четыре дня, когда началась война. Я многое не помню, но сегодня вот наша организация занимается патриотической работой. Данный день считаю важным, потому что в 1941 году произошла трагическая история в нашей стране, потому что началась война, Великая Отечественная война. Многое слышал о войне, с многим познакомился самостоятельно. Из учебников, из поколений старших. Митинг, посвященный 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, завершился общей фотографией. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. У православных верующих начался Петров пост. Он продлится до 11 июля. Петров пост завершит праздник первоверховных апостолов Петра и Павла. Как нужно поститься, расскажем в следующем репортаже. Петров пост или апостольский, как его еще называют, первый из двухлетних постов, установлен в честь святых апостолов Петра и Павла. Длиться он может от 8 до 42 дней. Начало Петрова поста всегда приходится на второй понедельник после Троицы. А заканчивается он всегда в одно время, 12 июля, в день празднования Петра и Павла. Этот пост посвящен тому, как святые апостолы относились к подвижничеству, как они относились к принятию святых христовых тайн, ну и к подготовке к празднованию вот этого праздника Петра и Павла. Петров пост считают одним из самых легких многодневных постов. Согласно церковным канонам, строгий пост следует соблюдать только по средам и пятницам. В понедельнике Петрова поста разрешается горячая пища без масла, а во все остальные дни допускается употребление в пищу рыбы, растительного масла и грибов. Важно не забывать, что пост – это также время от духовной собранности. Петровский пост, как и другие посты, несут в себе необходимость созидания духовных плодов. То есть человек должен вынести какой-то урок для себя, какое-то открытие. И постараться в себе задавить какие-то плотские, греховные побуждения своего тела, своей души и открыть в себе духовное, светлое, святое. В период поста не стоит забывать и о добрых делах, напоминает отец Сергий. В эту пору постящиеся могут заняться благотворительностью или же просто помочь ближним. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. В регионе подвели итоги пассивной кампании. Все планы и задачи выполнены с превышения. В ЗАГС-собрании Нижегородской области отметили, что урожай будет достойный. Если не рекордный, то с перевыполнением плановых показателей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 24 по 27 июня местами по Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность лесов. МЧС напоминает, будьте осторожны с открытым огнем, не разводите костры, не сжигайте сухую траву и мусор. Не бросайте из окон своих авто незатушенные сигареты. Необходимо помнить, что огонь сухой травы может легко перекинуться на жилые дома и строения. Лесные массивы стать причиной серьезного пожара. В Нижегородской области могут вернуть масочный режим. Сейчас заболеваемость коронавирусом пошла на спад, но ситуация может измениться после летних отпусков. Тогда в регион вернутся люди из других странной областей и, вероятно, привезут с собой новые штаммы ковида, сообщила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова. Если произойдет подъем заболеваемости, придется вернуть масочный режим. Это может случиться не раньше второй половины сентября. Сто выпускников Нижегородской области получили результат в 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. В их числе четыре соровчанина, три из гимназии номер два и одна из школы номер одиннадцать. Семь нижегородских участников ЕГЭ набрали 100 баллов на экзамене по химии, два на экзамене по географии, 96 на экзамене по литературе. В Сорове таких трое из гимназии два, школы 13 и лицея номер 15. Пять участников показали наивысший результат на ЕГЭ по математике профильного уровня. В их числе один выпускник второй гимназии. Напомним, с 23 июля начинаются резервные дни для сдачи экзаменов в основной период ЕГЭ-2022. В субботу на стадионе ИКАР отметят День молодежи. После двух лет коронавирусных ограничений праздник пройдет в полномасштабном формате. Какие сюрпризы подготовили организаторы, расскажем далее. Яркий, творческий, спортивный по традиции праздник в честь Дня молодежи пройдет на стадионе ИКАР. С 15 часов там стартуют спортивные мероприятия. На центральном поле в силе и ловкости будут состязаться участники турнира «Атомный воркаут». Также горожане смогут принять участие в новом проекте «Гулливер», который реализует баскетбольный клуб «Атом». Баскетбольный клуб «Атом» сейчас активно занимается продвижением баскетбола среди детей, чтобы привлекать новых к себе воспитанников. Поэтому этот проект нацелен на то, чтобы развивать именно такой вид спорта, как баскетбол. С трех часов горожан ждет уже полюбившееся соревнование по автозвуку и выставкам мототехники. Силовое шоу для гостей праздника подготовят участники проекта «Добрыня». Основная программа стартует с 17.00. В это время здесь начнется танцевальный марафон, а также мастер-класс по акро-йоге. Еще в 17.00 мы начнем наш масштабный глобальный проект, который проходит уже на протяжении многих лет благотворительный. Это город единственного непохожих. Будет благотворительный футбольный матч, ярмарка мастеров, где можно будет посетить интересные мастер-классы и где можно научиться интересным творческим различным вещам, ручной работе. В этом году средства, собранные в рамках марафона, пойдут на приобретение тренажеров инвалиду детства с нарушением опорно-двигательного аппарата Никите Сидоренко и спортсменам-бадминтонистам с нарушением слуха. На отдельной площадке обустроят территорию для семейного отдыха, где будут проводить игры и конкурсы. Также сделают зону отдыха и общения с настольными играми и футболом. Лайв-студия будет ждать гостей праздника на площадке «Прямой эфир». Я буду ходить, спрашивать у разных интересных людей интервью, будем веселиться и просто, можно сказать, кайфовать. У нас в городе каждый день, все время здесь молодежь и находится. Удачная площадка, под удачное мероприятие. С 18.00 пройдет церемония награждения молодежи города. На главной сцене Саровчан также ждет спортивное шоу с битбоксом, акробатами и джамперами. Музыкальную программу представят приглашенные диджеи из Москвы и Нижнего Новгорода. Завершит праздник световое шоу. Дорогой город Саров, всех, кто молод по возрасту, всех, кто молод душой, ждем на нашем празднике. Я обещаю вам, будет весело и интересно. Ежегодно 21 июня в нашей стране отмечают День кинологических подразделений МВД России. Многие собаководы считают его своим отраслевым праздником и для краткости называют просто Днем кинолога. На стадионе 16-й школы активисты клуба «Акбар» провели мероприятие в честь этого праздника. Рассказали о нюансах работы четвероногими друзьями и собрали лакомства для служебных собак. Клуб любительского собаководства «Акбар» проводит различные городские мероприятия для владельцев четвероногих друзей. Например, в мае ежегодно проходит традиционный ежегодный праздник «Собака плюс я», а в День кинолога у 16-й школы состоялся сбор лакомств для служебных собак. Кинологическое волонтерство само по себе, значит, что мы помогаем собакам, но мы именно помогаем людям, которые держат собак. Потому что у нас есть волонтеры, которые помогают бездомным животным. Мы, конечно, тоже стараемся по мере возможности, но все-таки больше специализируемся именно на владельцах собак. Мы гуляем с собаками, мы доставляем питомцев в ветру учреждений, договариваемся с ветвичемницами, если надо. Ну, а также доставка зоотоваров, если нужны, то есть корма, еще что-то, помогаем владельцам закупаться. День кинолога в первую очередь – это праздник кинологических подразделений МВД России. Собаки в патрульно-розыскной работе – незаменимые и серьезные помощники. Они нужны для розыска и обнаружения лиц, совершивших преступления, для поиска наркотиков, оружия, для задержания вооруженных бандитов. Кинологические подразделения осуществляют обыск местности, зданий, сооружений. Также с их помощью обеспечивают надежную охрану важных государственных и войсковых объектов, охрану общественного порядка в российских населенных пунктах и выполнение других служебно-боевых задач. Собаки проходят различные тренировки, а в арсенале инструкторов-кинологов есть масса учебных приемов. Работаю уже 17 лет. Профессия довольно-таки интересная. Работаю в основном с собаками. Выезжаем на места происшествия, на кражи, разбои, грабежи. Также есть направление по поиску взрывчатых веществ, поиску наркотических средств. Во время праздника волонтеры собирали лакомства для служебных собак, а дети – гости мероприятия, рисовали рисунки для военнослужащих. Все это передадут Саровской и воинской части. Проект православного творческого объединения «Мир урочища Нижегородской области» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Итогом проекта станет документальный фильм, состоящий из небольших видеосюжетов о десяти заброшенных храмах в урочищах Нижегородской области. О селе Покровское сохранилось мало сведений. История этого места насчитывает уже несколько веков со времен Ивана Грозного. Храм в сегодняшнем урочище Покровка был построен в 1790 году. Колокольню храма разобрали в первой половине XX века, а само село стало затухать в 60-х. Сегодня здесь о былой жизни напоминает только разрушенная церковь и небольшое кладбище. Фильм о церкви Покрова Пресвятой Богородицы – это одна из совместных работ Романа Сванидзе и Александра Гусихина в рамках проекта «Урочище Нижегородской области. Об уходящих в прошлое селах и храмах». Мы работаем только с открытыми источниками. На работу с архивами у нас нет ни возможности, ни времени. И даже работая с открытыми источниками, приходится очень много сопоставлять, выверять, собирать по крупицам. Иногда приходится прочитать две книги для того, чтобы одна фраза только в фильме прозвучала. Александр Гусихин и Роман Сванидзе уже сняли четыре видеосюжета о заброшенных храмах, а всего таких «Урочищ» в Нижегородской области насчитывается порядка десяти. Чтобы снять остальные фильмы, команде энтузиастов потребовалась финансовая поддержка, и они решили подать заявку на конкурс Фонда президентских грантов. В итоге проект «Саровчан. Урочище Нижегородской области» стал победителем. До этого он также снискал успех и на областном конкурсе видеороликов. Меня это дальше сподвигало. Всегда какой-то импульс. Если что-то оценивают, и начинаешь дальше, хочется двигаться в этом направлении, показывать людям, что вообще осталось по нашей области, какие памятники архитектуры, истории. Итогом проекта станет документальный фильм, состоящий из небольших видеосюжетов о десяти заброшенных храмах в урочищах Нижегородской области. В рамках гранта до конца ноября Роман Саванидзе и Александр Гусихин также проведут презентацию проекта и встречи со зрителями в Нижнем Новгороде, Сарове, Ваде и других городах области. Светлана Юрунова, Сергей Чекалин, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!